Вооружённые силы Украины вывели из строя последний, четвёртый мост в Херсонской области. Противник использовал его для переброски техники на правобережную часть. Теперь такой возможности он лишён. Конечно, они будут пытаться ремонтировать, искать альтернативу в переправах. Но это время, деньги. А потом, как только подготовятся и соберут технику и силу, мы снова её уничтожим. Орки боятся и готовятся к контрнаступлению Вооружённых сил Украины. В Херсоне наставили ежей, но деревянных, что в принципе символизирует их сущность. Всё фейки и постановки. Усилили давление на горожан, ночью проводили обыски и задерживали людей. Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета из Фейсбук. Пять раз за минувшие сутки украинская авиация наносила удары по опорным пунктам и скоплениям российских войск на южном направлении. По предварительным данным, удалось уничтожить не менее 15 единиц автомобильной, специальной и бронированной техники противника, а также 46 человек личного состава. Кроме того, Вооружённые силы Украины полностью вывели из строя автомобильный мост в Новой Каховке. «В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования по назначению». Украинская армия отразила наступление российских войск в Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях. «Захватчики вели наступательные бои на направлениях Новоселовка-2, Красногоровка и Спартак-Авдеевка. Успеха не имели и отброшены назад. На направлениях Донецк-Пески и Новоселовка-Александрополь боевые действия продолжаются. В направлении Сторожева-Новосёлка наши воины успешно остановили вражеское наступление и отбросили оккупантов назад». Под обстрелами российских войск населённые пункты Донецкой области. В Краматорске трое погибших и 13 раненых. Всего за минувшие сутки в Донецкой области из-за обстрела в российской армии погибли пятеро мирных жителей. Ранение получили 30 человек. Накануне вечером российская армия обстреляла из тяжёлого вооружения Запорожье. Всего выпущено пять ракет. Разрушены объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар. Пока известно о гибели 71-летней Веры Ивановны. Ещё одна, 66-летняя женщина, ранена. И один житель областного центра получил осколочное ранение. После оказания первой помощи они доставлены в больницу. Против кого воюет армия Путина, продолжая убивать наших бабушек. Александр Старух, глава Запорожской областной военной администрации. Изградовые ураганов российские войска вели огонь по двум районам Днепропетровской области – Никопольскому и Криворожскому. В Никополь прилетело 30 реактивных снарядов. Повреждены 11 многоэтажных и 13 частных домов, а также детский сад. Выведены строя газопровод и линии электропередач. Под обстрелами снова Харьков. Пострадали центр, Немышленский и Слободской район. Пострадал колледж. Повреждены коммуникации и критической инфраструктуры. В нескольких жилых домах вылетели стекла. Осколками посечены несколько троллейбусов. Там, куда попали вражеские ракеты, нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало военные объекты. Они бьют исключительно по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить нас учебных заведений, транспорта, а людей жилья. Никто, к счастью, не погиб и не ранен. Игорь Терехов, городской голова Харькова. За прошедшие сутки более 200 прилетов зафиксировали в Сумской области. О пострадавших не сообщают. Лада Цуркан. Специально для информационного марафона Freedom. Телеканал UA.